Наверняка сейчас у вас есть такой вопрос, нужно ли всё сказать? Me gusta el español? Это немного странно звучит. Ну и раз мы уже построили эту таблицу, вы сейчас удивляетесь, но эту таблицу можем употреблять ещё на другие глаголы, которые очень часто употребляем на испанском языке. Сейчас покажу, какие. Потом, следующее очень интересно, потому что здесь совершенно отличается как на русском и как на испанском. Думаете, как мне очень болит голова и будет вам проще? Мне очень нравится, мне по-фиолетовый. Поэтому, если вы были внимательны, я уверен, что у вас больше никогда не будут проблемы с глаголом gustar. И на сегодняшний урок будем учить один глагол, который может касаться слишком простой, но по факту очень часто делает много ошибок. Поэтому, будем разбираться, это будет глагол gustar. Наверное, вы думаете, о, я очень хорошо его знаю, но я думаю, стоит проверить эту информацию и убедиться, что вы всё поняли. Сейчас я буду раскрыть вам все тайны глагола gustar, поэтому нам будет проще это понять, если сделаем таблицу. Давайте начинаем с мистемениями. У нас, соответственно, есть yo, tu, él, ella и usted. Как вы знаете, это три лица всегда будет одна форма. Дальше, nosotros, 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 vosotros. Знаете, что в Латинской Америке мы не употребляем vosotros, но мы сейчас учим общий стандартный испанский, поэтому употребляем все мистемения. И последнее, ellos, ellas и ustedes. И, соответственно, это будет наше первое разделение. Это у нас pronombres personales. Pronombres personales. Нам нужно понять, как мы создадим вопрос, кому нравится. Потому что, внимание, на испанском языке форму, в которой мы создадим вопросы, мы можем сразу услышать предлог, форма глагола. Поэтому очень важно услышать, как спрашивать, потому что это большая подсказка, как мы должны ответить. Соответственно, как мы создадим вопрос, кому нравится, это будет «a quién le gusta». «a», «a quién le gusta». «a quién le gusta», помните, если это вопрос, всегда с ударения, вопросительные слова. «a quién le gusta». Ну, и что это значит? Как у нас вопрос «a quién le gusta», это значит, что мы употребляем предлог «a». Обычно, в личном изменении, всегда первые два меняются, «yo» и «tu». Обычно нестандартные, да? То есть, после предлога «yo» меняется на «mi» и «tu» меняется на «ti». С исключением предлог «s» «conmigo», «contigo». А все остальные предлоги «a mi», «para mi», «de mi», «para ti», «de ti», «a ti». И остальные, они остаются. «a yo» меняется на «a mi». А здесь важный момент. «mi» пишем с ударения, с черточка, потому что если пишем без ударения, это «mi» значит «мой». А мы сейчас говорим о личном изменении, да? То есть, «a mi». И дальше продолжаем. «a ti», просто точка. И все остальные не меняются. То есть, будет предлог «a» и такая же форма, как личное изменение. То есть, будет «a el», «a ella», «a usted», «a nosotros», «a vosotros». Знаете, что «nosotros» – «nosotros», «vosotros» – «vosotros», «vosotros», да? И это будет «a ellos», «a ellas» и «a ustedes». Потом еще раз разделяем. Это будет первый сегмент. Но я вам говорю, после этого таблица глагол будет казаться очень простой. А после этого мы употребляем «complemento indirecto» или «objeto indirecto». Или, если по-русски, это примерно будет «como». По-испански не всегда соответствует, но в общем случае можно так сказать. То есть, какой-то датель не поддержит. То есть, «a mi» – «me», «a ti» – «te», «a él», «a ella», «a usted» – «le», «a nosotros» – «nos», «a vosotros» – «os», «a ellos» – «ellas», «ustedes» – «les». То есть, это «le» будет для три лица. Все эти три. Все эти три лица пишется через «le». И, соответственно, его форма, множественное число будет «les». Поэтому тоже рисуем. И это, соответственно, будет «les». И идем дальше следующее разделение, которое, соответственно, будет уже глагол само по себе «guster». В принципе, в этом таблице мы употребляем глагол «guster» только в третьей форме. То есть, форма для «el» – «ella» – «usted» и «ellos» – «ellas» – «ustedes». Потом объясняю почему и как будет, если мы спрягаем как «gustas», «gusto». Потому что это тоже возможно. Но это будет чуть-чуть позже. В начале вот эта таблица. Поэтому вам необходимо смотреть видео до конца, чтобы полностью разобраться с этим глаголом. Мы начинаем с самого простоя до самого сложного. «Gusta» – это будет третья форма, единственное число. И третья форма, множественное число как «gustan». Помните, когда мы спрягаем ударение «gusto», «gusto» – ударное «u». Дальше идем, и это становится гораздо интереснее. Здесь будем писать количество. Это если нужно. Можно пропустить, если надо. Например, «mucho» – можно тоже сказать «muchísimo». Например, «vostante» – достаточно. Если мы хотим сказать «слишком», «demasiado». Дальше. Если у нас есть глагол, тогда глагол только можно употреблять с этой формы. Форма – единственное число. Verbo. Verbo – infinitivo. A mi. Me – gusta. Mucho – bailar. Потом, если мы хотим говорить осуществительное, единственное число. То есть, sustantivo singular употребляем «gusta». Здесь у нас будет sustantivo – существительное, единственное число. Но смотрите, чтобы мы могли объединить глагол «gustar», с sustantivo мы должны здесь что-то заполнить. Помните, если мы хотим сказать «количество», это опциональное. То есть, на выбор. Это если придется. Но то, что здесь надо… Ну, и в принципе, у нас есть три варианта, которые можем здесь заполнить. Простая – это будет «article». Допустим, наш существительный будет горький шоколад. Chocolate amargo. Поэтому el chocolate – мой скорот. A mi me gusta el chocolate amargo. Мне очень нравится. A mi me gusta mucho el chocolate amargo. Нравится больше, чем надо, да, то есть, чересчур. A mi me gusta demasiado. El chocolate amargo. Даже это звучит немного как «я псих». A mi me gusta demasiado el chocolate – это как, не знаю, как мой наркотик. Без него не могу. Потом можем употреблять притяжательную сместимение. То есть, «posesivos» по-испански. Здесь нужно выбирать либо «article», либо «posesivo». То есть, не то, что или-или, да, поэтому делим или-или. Например, у тебя очень красивая машина, и она мне нравится, да. El coche. A mi me gusta tu coche. Или «твой дом». Если я не знаю, принято говорить, что мне нравится твой дом. Мне кажется, в Мексике нормально. Мне нравится твой дом. A mi me gusta tu casa. Me gusta tu casa. Третья форма – указательное местимение. То есть, este, esta… По-испански это называется pronombre demostrativo. Demosrativo – указательное местимение. То есть, музей. Мы находимся в вооружении палате, который я правда очень люблю этот музей. Я хочу сказать, что мне очень нравится этот музей. Ну, я говорю этот, потому что, допустим, я там нахожусь, да. A mi me gusta este museo. A mi me gusta este museo. A mi me gusta mucho este museo. То есть, артикли, либо притяжательное местимение, или указательное местимение. Три варианта мы можем употреблять. Но надо выбрать один. То есть, el tu casa – нет, нет, это la miatura. Наверное, если бы учили итальянский, там какие-то можно как притяжательности с артиклем вместе. Нет, на испанском – нет, это невозможно. Поэтому нужно выбирать одну из этих трёх. Тогда, наверное, вопрос. А когда мы употребляем gustan? Gustan мы употребляем, когда есть существительный, но plural. Как мы говорили, чтобы объединить gustan плюс существительный, мы должны употреблять один из этих трёх также. Но здесь они в единственное число, а здесь идёт множественное число. Например, я хочу сказать, что я читаю Гарсио Маркес, и мне нравятся его книги, да, то есть много книг. A mi me gustan los libros de García Márquez. Соответственно, здесь будет artículos plurales, да, то есть мы всегда согласуем. Positivo. У меня есть друг, который очень прикольные кроссовки, они всегда разные, много цветов и очень крутые, да. И я хочу сказать, что мне нравится, да. A mi me gustan tus sapatos. Tus sapatillas deportivas. Tus tenis. Да, в Испании sapatillas deportivas, в Мексике – tenis. То есть tus – твои. И дальше у нас остаётся demostrativos – указательный местемения. Тоже, соответственно, множественное число. Допустим, мы находимся в галерею, и мы хотим сказать, что смотри, вот эти картины, которые в этом комнате, они мне все нравятся. Поэтому a mi me gustan estos cuadros – картины. Estos cuadros. Estos – потому что, соответственно, множественное число – estos cuadros. Если вы заметили, глагол gustar работает как на русском языке. То есть, когда мы говорим gustar, то есть форма глагола будет зависима от чего производит это ощущение. «Некто испытывает». Соответственно, gustan тоже зависит от существительное множественное число. «Некто чувствует», а именно существительное множественное число. Это очень важно. Здесь хочу обратить ваше внимание, что gustan только существительное множественное число. «Gustan» и глагол «инфинитив» не получится. Это ошибка. Если мы хотим сказать, что нам нравится делать какое-то действие, только форма «gusta». «Gustan» не подходит. Будет ошибка. У меня есть интересный момент. А как мы делаем отрицание? Помните, это только нам помогает. Это мы не употребляем. Это как мы знаем, на что переводим. То есть, глагол gustar начинается отсюда. Где мы поставим отрицание? Здесь в начале? Здесь? 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 Или здесь? Ну и отрицание мы здесь поставим. Здесь у нас будет большой «но». Давай делаем «мне не нравится горький шоколад». А вы знаете, а мы можем сказать «совсем не нравится». Мы уже говорили mucho, bastante, demasiado. Но это положительнее. А мы хотим сказать, что совсем не могу, просто терпеть не могу. Горький шоколад. Тогда для этого мы употребляем форму «надо» и будет именно на этой линии. То есть, «надо» по-испански, как вы знаете, значит «ничего». Это можем тоже употреблять с глаголами. Допустим, есть такой спортивный человек и говорит «я люблю бежать по утрам». То есть, заниматься спортом, да? Утром, да? Я хотел бы, я вообще по утрам не могу бежать, то есть, совсем не нравится, потому что я ещё и спящий, всё это. А ми, но, ме, густа, надо, корер, пор, лас, манянас. Совсем не люблю. Совсем не могу терпеть. Наверняка, сейчас у вас есть такой вопрос. Нужно ли всё сказать? Нельзя покороче? Да. В принципе, да, можно. Но это самая, как правильная, длинная форма, которая у нас есть. Поэтому, чтобы мы могли сократить и делать покороче, мы сначала должны знать, как будет длинная и правильная форма. Теперь, как мы уже знаем, как будет правильная, длинная, тогда первое, которое мы можем опустить, это, в принципе, можем отпустить. То есть, но, ме, густа, эль, чоколаты. Правильно. А ми, но, ме, густа, эль, чоколаты? Тоже правильно. И мне кажется, на самом деле разговорные. Мы так не говорим. А ми, но, ме, густа, мне кажется, это слишком долго. Да. Но, я сейчас объясняю, почему мы употребляем эту форму. То есть, если мы сокращаем отрицание, но, ме, густа, эль, чоколаты. Положительно. Ме, густа, эль, чоколаты. Отлично. Но, как вы видели, у нас можно еще гораздо больше сократить. Как вы знаете, у нас вопрос, а кен ле густа? А кен. То есть, если кто-то спрашивает, кому-то что-то нравится, кому нравится это, тогда самая короткая форма, которую мы можем сказать, это а ми. Например, а кен ле густа эль испанёль? Кому нравится испанский язык? А ми. Потому что, если кто-то спрашивает, и вы говорите, ме густа эль испанёль, это немного странно звучит. Обычно, когда мы говорим, ме густа что-то, это когда, в принципе, никто нас не спрашивает. Мы просто хотим давать какую-то информацию. Но, если кто-то спрашивает, тогда мы говорим, а ми, а ты, а эль, а кен ле густа эль францез? Кому нравится французский язык? Мы хотим сказать ему. Вы, конечно, можете сказать, а эль, ле густа эль францез? Или просто а эль. Потому что, если есть вопрос, и вы говорите, ле густа эль францез, как-то не очень понятно на самом деле. Поэтому, как это будет проще? Если кто-то вам спрашивает, кому, тогда мы отвечаем только с этим. А ми, а ты, а эль, а эль, а эль, а nosotros, а vosotros, а ellos, а ellas, ustedes. Если, в принципе, это не вопрос, но вы хотите создавать какую-то информацию, прокомментировать, что вам что-то нравится, не нравится, тогда достаточно с этого. Me gusta, no me gusta, и всё. Ну, и раз мы уже построили эту таблицу, вы сейчас удивляетесь, но эту таблицу можем употреблять ещё на другие глаголы, которые очень часто употребляем на испанском языке. Сейчас покажу, какие. И у нас ещё есть глагол «овожать», больше, чем нравится, это «encantar». Ещё важный глагол «болеть», «дулер». Очень отличается форма «важно мне что-то, когда мне что-то важно», «импортар». Ещё «порисер», «касаться», «как тебе кажется». И ещё форма «просойти», да, «пасар». Отлично. То есть, в принципе, эти глаголы тоже мы спрягаем на третья форма, то есть форма «el», «ella», «ustedes», или форма «ellos», «ellas», «ustedes». Как мы говорили, эти глаголы зависят от существительных, которые делают эмоции, да, то есть, которые провоцируют эмоции. То есть, «a mí me encantan las hamburguesas». Потом, следующее очень интересно, потому что здесь совершенно отличается, как на русском и как на испанском. Когда вам что-то валит, вы говорите «у меня валит», «у меня валит голова». А мы говорим дословно «мне валит». Не знаю, если вам хорошо, но, например, «голова» это будет «cabeza», женский род. «A mí me duele». Помните, он неправильный. В настоящее время «o» меняется на «ue», «duele la cabeza». «A mí me duele la cabeza». Почему я здесь позицию не говорю? Потому что, когда я говорю «a mí», это уже про себя. То есть, «a mí me duele mi cabeza» это было как двойное. Два раза сказать «ni» и не очень красиво звучит. «A mí me duele la cabeza». Отлично, да? Ну, то есть, плохо, что болит, но грамотно, да. Или «a mí no me duele la cabeza» у меня сильно болит голова. То есть, дословно «мне очень болит голова». Думайте, как «мне очень болит голова» и будет вам проще, раз мы уже до этого степени дошли. «A mí me duele mucho la cabeza». «Me duele bastante», «me duele demasiado». Это как сейчас будет срываться голова у меня. «Me duele demasiado la cabeza». И помните, как мы говорили, вы можете просто сокращенную форму. «Me duele la cabeza». «No me duele». То есть, это можно отпускать. Потом «importar» это как, допустим, когда мы хотим сказать, что «мне не все равно». «A mí me importa tu vida». «Мне очень важно твоя жизнь». То есть, что происходит с тобой. Или, например, «мне все равно», как мне очень нравится. «Мне по-фиолетовый». «A mí no me importa nada». «Мне просто все». Вы знаете, какое слово можно употреблять? «Мне все просто». Поворованно. А потом у нас есть «parecer» «касаться». Мы с «parecer» можем употреблять предлагательный, который будет описать. Например, «¿a él le parece caro el teléfono?» «Ему кажется телефон слишком дорогой». Это, мне кажется, очень актуальная тема теперь, когда в социальных телефонах стоит очень много денег. «Mucho dinero». Или, например, «нам кажется это очень интересно». «a nosotros nos parece muy interesante». «Pasar», да? То есть, например, у нас может быть друг, который всегда с ним что-то странное всегда происходит, просто необъяснимое, но есть такие люди, согласуйтесь. Например, «a ti te pasan cosas raras». Типа, всегда ты притяжаешь странные вещи, ситуации с тобой. Я хочу сказать что-то хорошее новость. У меня что-то очень хорошо случилось. Здесь интересно, потому что на русском «что произошло» это, мне кажется, есть какое-то негативное ощущение. А на испанском «que paso» это не в Австралии. Это не хорошо, не плохо, просто что-то произошло. «Pasa algo bueno». Хотя в этом случае мы, скорее всего, говорили прошедшее время, тоже, да, то есть это можно спрягать, соответствую времен, которые нам понадобятся. «A mi me paso algo bueno». У меня что-то очень хорошее произошло, что-то хорошее случилось. Ну и вот это всё секрет глагола «Gustar». Видите, как в принципе не так сложно, как оказалось. Но, конечно, есть очень много деталей, которые мы вместе учили. Поэтому, если вы были внимательны, я уверен, что у вас больше никогда не будут проблемы с глаголом «Gustar». Однако, в начале урока мы сказали, что глагол «Gustar» можем спрягать, но мы сейчас только употребляем третья форма единственное число и третья форма множественное число. А сейчас я вам покажу, как вы можете попасть на очень неловкие ситуации и казаться, что вы флиртуете. Это бывает с этим глаголом. Глагол «Gustar» может быть опасным, потому что вы можете сказать «Я влюблён», когда вы просто хотели сказать «Вы очень хороший человек». Поэтому, внимание, сейчас будет дальше.